Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео расскажу вам о том, чем же обработать плодовое дерево, если на него напала тля. У меня черешня и через неделю уже будут готовые плоды, поэтому желательно брать такой яд, чтобы не отравить организм человека. Для этого можно использовать народные средства, это соду, хозяйственное мыло или нашатырный спирт. Но эти средства малоэффективны, если у вас уже много тлина на дереве, поэтому я буду использовать биопрепарат. Препарат называется БИТОКСИБАЦИЛИН БТУ. Это биопрепарат для овощей, плодово-ягодных культур и цветов. Защита от насекомых и клещей. Норма расхода этого пакетика 35 миллилитров на 4-5 литров воды. Мы будем сбавлять 4 литров воды, чтобы было более эффективно. Видно, что тля черная и обильно сидит на листиках. Эта тля в основном нападает на вишни и черешни. Из-за нее некоторые черешни гниют, видно, что рожай начал портиться. На некоторых плодах видно, что они облюбовали ножку черешни и поэтому со временем она усохнет и отпадет. Видно, сколько ее здесь. Все липкое и буквально клеится к рукам, в том числе и ягода. Очень много тли, в основном она размещается на молодых листиках и буквально уничтожает дерево. Надо с этим срочно бороться. Для моего дерева 4 литрового створа будет вполне достаточно, поэтому хватит одного пакетика. Для более эффективного прилипания раствора к листьям можно использовать заводской прилипатель или же использовать обычное моющее средство для посуды или хозяйственное мыло в небольших количествах. Это уменьшает поверхностное натяжение воды и улучшает прилипание к листьям раствора. Для лучшего прилипания раствора я использовал моющее средство для посуды в количестве 1 столовой ложки на 4 литра воды. Вливаем эту водовую опрыскиватель. Она обычная крановая. слегка отстойная. Выливаем сюда биопрепарат. Мутно-серая жидкость и имеет небольшой характерный запах, но не очень токсичный. Тщательно перемешиваем. Данный препарат не токсичен для человека, животных и растений, поэтому буквально через пять дней можно употреблять плоды в пищу. Тем не менее, он убивает большой перечень вредителей, в том числе колорадского жука, значит он имеет хорошую мощность. Все готово, можно приступать к опрыскиванию черешни. В первую очередь желательно обработать кончики веток, на которых образовываются новые листики. Это наиболее возлюбленное место для нахождения отлить. Опрыскивание желательно проводить утром или вечером, чтобы не было резкого испарения раствора с поверхности листьев. Наконец, обработка дерева завершилась. Мне хватило 4 литра. Время действия раствора 8 часов. И завтра утром мы посмотрим, как же действует препарат. Наконец, 8 часов прошло и утром можно проверить результаты уничтожения тлей. На листьях, где было много тлей, уже стало ее меньше, она осыпалась. Остались единичные экземпляры еще, самые большие, но мелкие уже без движения. Остались единичные экземпляры. Остались единичные экземпляры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЕСЕЛОЙ РАСЛИН МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok